Мой 78 урок Торы, уже 78 урок Торы и не будет сейчас урока Торы в ютюбе, я не взял с собой айпад, будет только в фейсбуке и в телеграме, поэтому если вы еще не в телеграме, не в фейсбуке, то подпишитесь пожалуйста в телеграм, фейсбук и будут уроки Торы только в телеграме и фейсбуке ближайшие 10 дней. Я сейчас нахожусь не дома, не в Израиле и поэтому здесь у нас походные условия, по походному. Итак, мы продолжаем изучать ту же самую тему. Благодарность как самый приятный путь служения Всевышнему. Благодарность как самый приятный путь служения Всевышнему и вторую книгу, которую мы сегодня начинаем изучать, она называется «Счастье». Мы закончили книгу этого же автора, Раби Зеля Каплистина, изучать 77 уроков благодарности, gratitude, а сейчас мы начинаем изучать happiness, счастье, то же самое, формулы истории и инсайты. То есть мы изучаем две книги, понимаем суть благодарности Исторы, как через благодарность мы соединяемся со Всевышним. Это от Рав Шаламаруша, дай Бог ему здоровья. Мне сказали, что он сейчас болеет, чтобы было ему рифа, шлыма, чтобы было ему полное выздоровление. Значит, и сегодня у нас 78 урок. 78 урок, говорит он нам следующую вещь. Помните, мы говорили 77 урок про путь, подход к жизни, который называется простак. То есть он делал трехугольный башмак и страшно этому радовался, невероятно ему этому радовался, кричал, что вот прямо вот такой башмак я сделал, да? Кто-то делает какой, а мне все равно, кто что делает, я делаю свое, Всевышний через меня делает. И вот он дальше продолжает разбирать его путь и говорит, что вот этот путь простака, простой такой подход к жизни, относится не только к материальному плану, но и к духовному. Нужно радоваться своему служению Всевышнему постоянно, даже если оно исполнено недостатками и изъянами. Значит, тут я вспоминаю, как был такой велите-велите раввин, рэбэ из Слонима, Слонимский рэбэ. И он, значит, он понимал, как написано в Торе, что за то, что ты не служил Богу всесильному, басимхат лев, с радостью в сердце, убыту в околе, когда тебе было все хорошо, за это придут на тебя все проклятия. Это есть такой очень известный отрывок в книге, по-моему, Бомидворон или Дворим или Бомидворон. И он говорит, все, значит, просто служить Всевышнему недостаточно, нужно с радостью в сердце. А как служить с радостью в сердце? Ну, и он там цело провел исследование, найти вот шалом называется, тропин Тимира, его книга. В итоге он говорит, что там много разных способов, но у него остался один вопрос. А если я в духовном плане вот чувствую, что я недорабатываю, да, что я недоделываю, то есть я мог бы больше, а я делаю меньше, то что... И меня эта мысль вводит в грусть. Но с другой стороны, с другой стороны, она же меня двигает вперед. То есть вот эта мысль, что я недоделываю, она меня с одной стороны вводит в грусть, с другой двигает вперед. И вот он не знал, что выбрать. Он хотел больше служить Всевышнему, но Всевышний сказал служить в радости. Если он думает, что можно больше, он вне радости, у него меньше радости. Если у него он думает достаточно так, все, что есть, все хорошо, он радостный, но он не двигается вперед. И вот он в тот момент, он сказал, я готов пожертвовать даже вот этой вот мыслью, что я должен больше, только ради того, чтобы быть в радости. Радость важнее. Здесь он говорит ту же самую мысль. Он говорит, да, нужно радоваться своему служению Всевышнему постоянно, даже если оно исполнено недостатками и изъянами. Не надо смотреть на других, не надо смотреть на совершенство. Он говорит, башмак простака, это просто метафора всего, что человек пытается сделать хорошо, но ему это не удается. Он должен хорошо понимать, что Всевышний не тиранит свои творения. И после кончины, как он уйдет из этого мира, Бог не скажет человеку, почему ты не совершил таких деяний, как Маше Рабену, как Моисей. Почему ты не сделал того и этого. То есть он говорит такую вещь, что вот этот подход нужно использовать, то есть не надо себя пугать, что я что-то не доделал. Нужно радоваться на 100% тому, что ты делаешь и тому, как ты это делаешь. И вот тут, смотрите, тут он сейчас скажет такую радикальную идею, которую я нигде не встречал. Очень радикальная идея. Значит, ну, мы еще к ней не подошли. Значит, он говорит нам, почему люди бывают унылыми и сломленными. Потому что у них есть дистанция между тем, что нужно делать, и тем, что они делают в реальности. То есть, особенно это касается перфекционистов, которые говорят, вот нужно было вот так, вот можно так, а я не доделываю. И у них есть вот эта вот дистанция, на которой они расстраиваются. И в духовной работе то же самое. Например, человек произнес молитву так, как у него получилось. А затем его молитва показалась ему недостаточно хорошей. И он разочаровывается в себе самом. Полагаю, что должен молиться вот как-то правильный. Значит, он говорит так. Если ты считаешь, что нужно делать так-то, то ты непременно можешь так сделать. И это так думать ересь и глупость. Ведь в действительности ты сделал так, как сделал, а не так, как считаешь нужным. И это значит, что ты мог сделать только так. То есть, он говорит, смотрите, зачем вот этот весь сложный расчет? То есть, ты сделал, как сделал, а думаешь, что мог бы сделать, как лучше. И сейчас ты расстраиваешься тому, как ты сделал. Но ты сделал, как ты сделал. То есть, то, как ты сделал, уже вот это есть реальность. Зачем тебе думать, как бы ты мог бы сделать? Он говорит, это глупость. Значит Если мог бы сделать лучше Надо было сделать лучше Если сделал как сделал Значит надо радоваться тому что сделал Теперь А зачем он говорит Зачем тогда я понял Если все от Всевышнего Так и мысль что надо лучше от Всевышнего Он говорит хорошо так как я сделал это от Всевышнего Но и мысль то что можно лучше тоже от Всевышнего Как с этим быть Он говорит да Это Всевышний указывает к тебе к чему стремиться, и если ты захочешь об этом молиться, что Всевышний дал тебе возможность сделать еще лучше, то отлично, Всевышний позволит, значит, дальше. И вот когда ты так подходишь, то есть то, что сделано, сделано Всевышним, то, что я хочу, это желание стать лучше тоже от Всевышнего, слава Богу. То, что получится у меня или нет, это решает Всевышний. Я буду молиться, просить, Всевышний, если захочет, даст. Но пока я счастлив тому, что есть, я счастлив тому, что я хочу. Благодарен Всевышнему, что у меня есть желание быть лучше. Я не расстраиваюсь от этого, вот в этом разница, смотрите. Если я считаю, что то, что я сделал, это 50%, а то, что я хочу 100%, то я на 50% недоделанный, да, то есть я же не смог сделать. То есть я на 50% недоделанный. Но если я считаю, что то, что сделано, это 100% сделал Всевышний, то есть я уже на 100% то, что я делаю, все, что я делаю, это на 100%. И мое желание стать лучше, это на 100% крутое желание, великолепное желание. И теперь Всевышний будет решать, получится у меня или нет. И если получится, это 100% решение Всевышнего, за что я благодарен. Если не получится, 100% решение Всевышнего, за что я благодарен. И если буду дальше ходить, 100% это решение Всевышнего показать мне, куда надо стремиться, то это и называется служить в радости. И вот тут он как раз подошел к этой радикальной мысли, которую очень, вот я сегодня очень удивился. И сейчас хочу вам рассказать. Значит он говорит так. Это и называется видеть только Всевышнего. Всевышний сделал, Всевышний помолился. И кроме Всевышнего ничего нет и никого нет. То есть все это Всевышний. И мое действие это Всевышний. И мое желание это Всевышний. И моя молитва это Всевышний. И то, что будет дальше, это тоже Всевышний. Все Всевышний. И следует избавиться от гордыни, самонадеятельности, эгоизма. Все делает Всевышний. То есть получается, что меня нет в этом высшем таком проявлении, а есть только Всевышний. Но тут вот это то, что меня удивило, да? То есть человек хочет избавиться от гордыни. Вот возьмем человека, Давид Михаэль, он приходит к жене и говорит, дорога, я решил избавиться от гордыни, теперь это не я к тебе пришел, это Всевышний. И то, что я сейчас собираюсь делать, это не я собираюсь, это Всевышний. И если у меня там не получилось, это тоже Всевышний. То есть это с одной стороны, меня нет, это прикольно, это как бы снижает гордыню. Но вместо меня кто? Всевышний. Что вообще может быть выше? Это Всевышний. Представляете, вот это вот у меня чуть-чуть как бы непонятно. С этой истиной нужно жить. Как простак, понимавший, что если Всевышний дал ему сделать что-то, то этому надо радоваться. Если это треугольный башмак, он будет радоваться, и в его сердце не найдется места слабости. Если же это выдающееся достижение, допустим, у него получился какой-то супер башмак, то в его сердце не окажется и гордыни, и он будет радоваться своей участи, как и прежде. Когда простак возвысился, в этой истории Робинахмана простак потом возвысился, то он стал мудрым. То есть, действительно, когда человек убирает свое эго, когда он расслабляется, когда он видит во всем Всевышнем, то ему открывается высшая мудрость. И в этой истории простак стал очень мудрым. Он остался таким же простым. И с его точки зрения ничего не изменилось. Ведь все дело рук Всевышнего. И тогда дело рук Всевышнего, и сейчас дело рук Всевышнего. Будет дело рук Всевышнего. То есть, это такой высший пилотаж. Человек должен поистине переживать реальность того, что все создано Всевышним. Это объясняет слова простака. Ведь зачем нам говорить про других? То есть, считать, что существует что-то, кроме Всевышнего, упасибок. И что можно в соответствии с верой сказать про башмати других сапожников? Все, что делают другие, это делают не они, а Всевышний. Всевышний сделал прекрасный башмак руками такого-то. Всевышний позволил такому-то получить за своим башмати столько-то денег. Можно говорить только про Всевышнего. Поскольку говорить о других, как будто они реальны, это неверие в Творца. Такая радикальная идея, что оказывается, уроти-то кто проводит? Всевышний. А кто слушает уроти? Всевышний. Максим Перенчук кто? Нет Максима Перенчука. Всевышний. То, что он дата-аналист, нет никакой даты, нет никакого анализа. Все Всевышний. Сайентист, это он, значит, сайентист-ученый, Всевышний. И Терн, он поворачивает дата into gold, поворачивает дату в золото. Это только Всевышний может делать. Максим Перенчук, он может быть его проводником. И напиши, с Божьей помощью, например, да. Такой сайентист-ученый, переворачивая информацию в золото, с Божьей помощью. Все, это интересный подход, который действительно снимает напряжение. Это удивительно. Мы вчера летели из Израиля. И вот я на вот этом подходе, я очень, прям такое было чудеса чудес. Вот, знаете, полный самолет. Вот это, она говорит, даже я вас рядом посадить не могу. Эта женщина говорит. Я говорю, ну, с Божьей помощью, хорошо, слава Богу, все. Значит, все, все люди заходят, а я сижу один, три ряда, три кресла. Жена говорит, а как это самое? Вот так вот, с Божьей помощью. Когда Всевышний, когда ты находишься со Всевышним и за все благодаришь, Всевышний через вот эту благодарность, он начинает делать для тебя чудеса. Реально, как бы полный ряд у меня был, жена ко мне пересела, все. То есть, бывает такое, все в жизни бывает. И что бы ни было, это делает кто? Всевышний. И когда ты перестаешь бороться со Всевышним, не принимая реальность, когда ты перестаешь бороться с собой, не принимая себя, когда ты перестаешь бороться, в принципе, с тем, что нельзя поворотить, то есть, нельзя побороть ни реальность, ни себя, у тебя освобождается очень много силы, счастья, энергии, начинает вести и так далее. Все от Всевышнего, или же да, или мы только, единственное, надо перестать бороться со Всевышним, и первый этап, это благодарность за все хорошее, то есть прям все принять, что хорошее это Всевышний, это легко, это такое простое упражнение, спасибо за все, за все, за все, и ты соединяешься со Всевышним, потом оп, что-то не так, как ты хочешь, ты говоришь, а тут я продебаюсь, тут я принимаю Всевышний, ты лучше знаешь, ты Бог, а кто я? Я, я, часто мы тоже знаем, что, что я тоже, я правление Всевышнего, но это пока еще, это только те, кто слушали уже все уроки, могут так думать, они уже в теме, но по ходу дела, значит, реальность это Бог, это как бы все, теперь, если ты принимаешь, что ты становишься гибкий, ты не ломаешься, ты становишься, спасибо Всевышнему, класс, спасибо, 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 и в этот момент, ты попадаешь, как, как серферы на вот эту вот волну, ну, и ты начинаешь на этой волне с девятиэтажный дом, и ты на ней едешь, как на крыльях Всевышнего, и оно, типа, он тебя проносит, упадет слева тысяча, и десять тысяч справа, и леха ло и гаш, к тебе он никто, зло не подойдет. Это царь Давид, вот он как раз был такой серфер, который все время был со Всевышним, и он просил, что я прошу, шефтибовая ташем, сидеть в доме Бога, да, то есть быть все время со Всевышним, он как бы поднялся над вот этой вот миром проявления Всевышнего, и он поднялся на мир, откуда этот, как бы, этот же мир, это проекция духовного мира, и он поднялся выше, в дом Всевышнего. Дальше, лехазот бенуа машем, и видеть приятность Бога. Когда ты видишь на несколько шагов вперед, ты понимаешь, что все-все-все, это только добро, и он видел приятность Бога, даже в том, что кажется вначале неправильным, неприятным, злом, он видел, как это все потом поворачивается в добро, в левакер бейхало, и проведывать в его дворце. То есть он поднялся в духовные миры, есть такое, когда пророки видели духовный мир, они это видели, как Маосе Меркова, как такой трон, какие-то там животные, какие-то ангелы, какие-то силы, то есть, да, это 90-й псалом. Хорошо, и мы переходим к практической книге, это американский раввин, Раби Зелик Плистин, который раввин, психолог, там, и так далее, и он нам написал еще одну книжку, называется «Хэппинес», формулы счастья, формулы истории и инсайты». Значит, в этой книжке у нас будет, знаете, сколько уроков, он нам дал здесь 93, то есть было у нас 77 уроков благодарности, и 93 урока здесь будет счастья. Первый урок, первое, как бы, он дает практические советы, первый урок называется «Wish People Joy», «Желай людям Joy», «Джой», как я понимаю, я вот не смотрел перевод, но в моей, как бы, картине мира «Джой» это радость. Если кто-то хорошо знает английский, напишите, пожалуйста, в Фейсбуке, я могу читать комментарии в Фейсбуке, прямо по ходу дела, напишите, как бы вы перевели бы «Джой», я знаю, что смотрит нас много людей из Америки, и они знают, что такое «Джой», не понаслышьте, не как я, да, «Джой», что такое «Джой»? Значит, «Желай», пока у нас «Джой» это радость, в моей картине мира «Желай людям радость», и он рассказывает такую вещь, что он как-то шел и увидел бездомного, шел по улице и увидел бездомного, и этот бездомный, он прямо, он прожектор, как прожектор, да, он, значит, распространял такой месседж, что я бедный, и помогите мне, да, и мне. Я дал ему монету, сказал, пишет этот рожделик Клистин, я дал ему монету, и он, и я пожелал ему «Well», ну, добра, и он с счастливой улыбкой на лице, он благословил меня, он меня благословил и сказал мне так, да, он сказал мне так, «May you smile and love the entire year», чтобы ты улыбался и смеялся весь год. Такое он дал мне пожелание. И я, он говорит, я почувствовал, что я получил от него больше, намного, чем дал ему, то есть он мне дал, сделал такое пожелание, так благословил меня, чтобы ты улыбался и смеялся весь год. И я шел, он говорит, ты думал об этом, и шел я, шел я, он говорит, как раз в издательство, чтобы подписывать контракт на эту книгу, и он говорит, я думал, что когда ты желаешь кому-то, чтобы он смеялся и радовался весь год, то, что происходит в тебе, то saying this from the bottom of your heart, когда ты говоришь это из глубины своего сердца, то ты присоединяешься к этим же чувствам, которые ты желаешь человеку сам. И когда ты благословляешь людей with happiness and joy, когда ты благословляешь людей счастьем и радостью, да, чтобы у них было, в этот момент, в этот момент, то ты вспоминаешь, у тебя всплывают воспоминания, и ты получаешь, получаешь доступ ко всем этим чувствам сам. И поэтому он говорит, вот эта фраза, чтобы ты улыбался и смеялся весь год, как раз нам удобно, классно, что сегодня второе, только второй день года, второй января, и мы можем прям эту фразу записать, чтобы ты смеялся и улыбался весь год. И представьте, представьте, он говорит, что вы будете смеяться и улыбаться весь год, и может ли быть что-то лучше этого в реальности? И он говорит, вот этот вот бездомный дал мне намного больше, чем я дал ему. И он, дальше он говорит, что вот это благословение передавайте дальше, и сила этого благословения, она будет огромная. И, значит, чтобы он желает это всем нам, он говорит, я для этого как раз и написал книгу, это как раз для первого инструмента отличное, для первого инструмента практического, это отличное начало книги. Он говорит, что я желаю, и написал я эту книгу, чтобы было у вас хэппинес и радость, чтобы была радость и счастье у вас у всех. Он говорит, да, спасибо ему огромное. И, значит, и он говорит так, для чего я пишу эту книгу? Чтобы вы в конце сказали, что мой выросший уровень счастья, он сделал так много для меня, что я хочу помочь другим поднять их уровень счастья. То есть это он такой как, действительно, это большая миссия, я по себе это чувствую. То есть я стал счастливой, жена стала счастливой, дети стали счастливые, вы стали счастливые, люди вокруг вас стали счастливые. То есть чем больше мы распространяем счастье, тем лучше будет жизнь в мире, в котором мы живем. Поэтому это важнейшая вещь. И у меня сейчас ощущение, что мы нащупали такую золотую жилу, как раньше были золотоискатели, которые находили золотую жилу на Аляске, что вот этот простейший путь, благодарность, которая ведет к невероятной связи со Всевышним, которая ведет к возросшему уровню, то есть начинают там вещи разные получаться, растет уровень счастья. И когда ты этим делишься, вот тут самое главное, две вещи. В этот момент не возгордиться и понимать, продолжать понимать, что все от Всевышнего, все абсолютно. Вот все без исключения, то, что мы сегодня прочитали. И второе, быть проводником счастья для других. То есть когда ты получил, получаешь от Всевышнего, не зажимать это и сказать, «А, я счастлива, а других я сейчас буду прессовать». Нет, прям нести, желать людям счастья, давая счастья, помогать стать счастливыми. Делиться уроками, делитесь этими уроками. Напишите свои выводы и сами от себя пожелайте классные, хорошие, добрые пожелания. Улыбка. Это доказано учеными миллион пятьдесят пять раз, что когда вы улыбаетесь людям, люди чувствуют, что вы к ним приветливо, начинают приветливо относиться к вам. Всем спасибо, Всевышнему спасибо, люди-посланцы Всевышнего спасибо. Все, и жизнь, она начнет улучшаться. Хорошо, друзья, и встречаемся завтра с Божьей помощью. Все, всем спасибо огромное, что вы 2 января пришли на урок, что вы послушали внимательно. У нас сейчас будут уроки только в Фейсбуке и в Телеграме, поэтому подпишитесь, пожалуйста. Вот у нас сейчас 160 человек на уроке. Видно, еще не все отошли от празднования Нового года. Все, всем до завтра. Завтра с Божьей помощью встречаемся в 10 утра. Счастливо. Завтра на уроке.